В кинематографе существует немало примеров фильмов, ставших хитами как-то вдруг и как будто бы вопреки. Но лишь немногие среди них могут похвастаться культовым статусом, неувядающим даже спустя 40 с лишним лет. Герой нашего разговора как раз такой — легендарные войны Уолтера Хилла. Эту киноленту ненавидели кинокритики и консерваторы-моралисты, и в то же время ей признавались любви металлисты, рэперы, баскетболисты, панки и президенты. А компания Rockstar сочинила для фильма целую видеоигровую оду в жанре битэмап. И это творение мы тоже подробно рассмотрим. Если вы умеете считать, то погнали! Кони Айленд ждет! История воинов началась задолго до 1970-х и даже до того, как Петер Миньойд выкупил остров Манхэттен у североамериканских индейцев. Литературную основу для будущего хита заложил древнегреческий писатель и историк Ксенофонт в своем семитомнике «Анабасис». Где-то за 400 лет до нашей эры персидский царевич Кир-младший задумал потеснить с престола своего братца Арсака, более известного как Артаксеркс II. Для пущей надежности претендент на трон добавил к своей армии 14-тысячное войско греческих наемников, среди которых был и будущий историк и литератор Ксенофонт. Вместе персы и греки успешно теснили наспех собранные силы Артаксеркса и фактически уже маршировали к победе. Но метко пущенное вражеское копье убило Кира, лишив таким образом поход его изначальной цели. Эллины пытались было договориться с персами, но это привело лишь к убийству главнокомандующих. Новым командиром выбрали Ксенофонта, и он принял решение прорываться сквозь ряды вражеских армий к морю. Так начался исторический поход, занявший 15 месяцев. Несмотря на все препятствия, грекам удалось вырваться из Персии, а Ксенофонт затем облег свои воспоминания в книге. Поначалу даже застеснялся и хотел было писать под псевдонимом, но впоследствии одумался. Аннабасис оказал на культуру неизгладимое впечатление. Его неустанно переводят и перепечатывают до сих пор, а для многих авторов труд Ксенофонта стал источником вдохновения. Среди почитателей имеются как классики, вроде Жюля Верна и Ярослава Гашика, так и современные чуваки, например, Валерио Массимо Манфредди. В числе ценителей оказался и американский романист Сол Юрик. В 1965 году он так впечатлился ксенофонтом и газетными заметками об уличных бандах, что навоял воинов. В этой книге группировка под названием «Доминаторы» прорывается в Бруклин к родному району Кони Айленд, преодолевая атаки объединившихся банд Нью-Йорка. Именно эта адаптация станет основой для будущего фильма. Уже в 1969-м права на книгу купила студия American International Pictures, но так и не смогла никуда пристроить проект. Через несколько лет права на экранизацию оказались в кармане у продюсера Лоуренса Гордона. Он тут же связался со знакомым режиссером Уолтером Хиллом, с которым работал вместе над неонуаром «Тяжелые времена» и культовым водителем. Разошедшийся на мемы фильм «Драйв» с Райаном Гослингом — фактически ремейк того самого «Драйвера». Хилл сразу впрягся в проект, но выразил сомнение, что Гордону удастся пристроить его на какую-нибудь студию. «Он слишком странный, слишком экстремальный», — сказал тогда режиссер. В существующем виде войны действительно выглядели чрезмерно, поэтому продюсер попытался запичить студиям переделку под вестерн. Но в такой ипостаси кинцо сильно вырастало в цене. Костюмы, декорации, лошади — вот это вот все. Гордон, конечно, пообивал пороги, но везде получал отказ. Оставалась лишь надежда на Paramount. Студия в те годы сделала мощный крен в сторону молодежного кино, а Гордон пообещал не выходить за уровень дешево и сердито. Стороны быстро пришли к согласию, и съемочная группа двинулась в Нью-Йорк. Сам Уолтер Хилл родился в Калифорнии, и для него «Большое яблоко» выглядело идеальной песочницей для мрачного эпоса. Хилл видел воинов как дистопическую фэнтези-историю о ближайшем будущем, в котором ночные улицы и переулки без остатка переходили во власть уличных банд с их дикой униформой, любовью к ультронасилию и бесконечной борьбой за территорию. В 1970-х нью-йоркские уличные банды находились на подъеме. Город замер в шаге от банкротства, финансирование социальных служб оставляло желать лучшего, а имеющиеся лазейки с пользой для себя использовали преступные организации. История о перемирии, которая остановит войну бан за территорию и объединит всех под знаменами одной супергруппировки, на самом деле происходила в Бронксе. Инициатор идеи по прозвищу Испанец Эдди тогда получил пулевое ранение, положившее конец уличному Юнити. В голове Хилла газетные заголовки и красочные фантазии переплелись в единый комикс. Доминаторов из книжки Юрика заменили на более амбивалентных воинов. Небольшую группировку из Кони Айленда, отчаянно пытающуюся заявить о себе. Члены банды получают приглашение на всеобщую сходку в Ван Кортленд Парк. Там лидер из самой большой группировки Бронкса Граммерси Ривз по прозвищу Сайрус собрался творить революцию. Покончить с территориальными стычками, объединить все клики и захватить в свои руки город. Я говорю, что будущее у нас! Но, несмотря на объявленное перемирие, Сайруса убивает Лютер, глава группировки Роукс, с психопатическими замашками. Обвинение падает на воинов, и во всеобщей свалке они теряют своего командира Клео. Дезориентированные и лишившиеся лидера остатки воинов решаются на отчаянный марш-бросок до родного района, как и прославленные ксенофонтом греки. А против них — полиция и все банды Нью-Йорка разом. Хилл сразу решил, что снимать такое нужно только на натуре, поэтому в павильоне работали лишь над одной сценой — побоищем в общественном туалете. Несмотря на демократичное отношение к проекту, Paramount отвергли идею постановщика о чернокожей группировке. Студийным боссом больше импонировал белый каст, но Хиллу и Гордону удалось отстоять межрасовый состав. Под монтажный нож пошло и закадровое вступление, начинающееся со слов «в недалеком будущем», а также переходы, стилизованные под комикс. Все это богатство появилось лишь в расширенной версии на DVD много лет спустя. Но даже в имеющемся виде картине было чем похвастаться. Оператору Эндрю Ласло удалось превратить улицы с неоновыми вывесками и испещренной граффити Метрополитен Нью-Йорка в нечто постапокалиптическое, брутальное и висцеральное. Обратите внимание, как свет все время отражается от поверхностей. Это находка Ласло. Электронный саундтрек Берри Деворзена лишь усиливает ощущения, добавляя ледяные нотки Карпентера и атмосферу хоррора в категории B. Разумеется, реальные бандиты были не в восторге от того, что на их территории кто-то страдает ерундой, поэтому студии пришлось дополнительно раскошелиться на охрану. Съемочную группу защищали члены группировки Mongrels за 500 долларов в сутки, а актерам строго-настрого запретили покидать место съемки в фирменных жилетах. За такое на ночных улицах Бронкса можно было получить нож в ребро. Знаменитая сцена с речью Сайруса тоже снималась с участием реальных бандитов. Хиллу хотелось чего-то правдоподобного, кроме того, съемки с настоящими группировками позволили бы избежать многих конфликтов. Например, ранее художники нарисовали символ воинов поверх логотипа реальной банды. Если бы им не дали место в кадре, все могло кончиться плохо. Таким образом, актер Роджер Хилл выступал перед толпой в тысячу человек, среди которых были как статисты, так и всамделишные бопперы. Более того, стражи порядка тоже знали о съемках и не на шутку волновались, что сцена закончится массовой резней и беспорядками. Поэтому среди толпой разрисованных бандитов были и офицеры под прикрытием, но к концу ночи уже даже режиссер не знал, кто есть кто. Съемки успешно завершились за два месяца. Отличный результат, учитывая выезды на натуру, тяжелейший эпизод в общественном туалете, который делали в течение пяти дней с сменами по 11 часов, и ряд форс-мажоров, вроде проравшихся на площадку Outlaw, разгромивших оборудование на несколько тысяч долларов. Однако основная битва за зрителя была впереди. Orion Pictures закончили снимать Странников, еще один фильм про уличные банды. Воинам требовалось во что бы то ни стало опередить конкурентов, поэтому на постпродакшне команду разделили на три группы и работали круглосуточно. Благодаря этим кранчам фильм Хилла вышел в прокат в феврале 1979-го, а Странники релизнулись лишь в июле. Paramount развернули рекламную кампанию и вновь столкнулись с проблемами. Кинотеатры один за другим возвращали постеры с надписью «Они, армия ночи». Их 100 тысяч человек. Они превосходят силы полиции в соотношении 5 к 1. Они могут править Нью-Йорком. И сегодня они все преследуют воинов. Учитывая преступную активность банд, рекламная фраза из полуфантастического фильма подобралась слишком близко к реальности, поэтому из промо-материалов эту надпись быстренько убрали. Затем подключились консерваторы и моралисты. Воинов закидывали обвинениями в популяризации насилия и романтизации бандитского образа жизни. Вокруг некоторых кинотеатров появлялись небольшие группы активистов, призывающих убрать фильм из проката. Им вторили критики с похожими претензиями. Ситуация осложнилась вскоре после дебютного уикенда. Несколько сеансов закончились погромами и актами вандализма. В Калифорнии во время драки в двух разных кинотеатрах погибли двое подростков, а в Бостоне тинейджер заколол своего друга сразу после просмотра «Войнов». Студии пришлось оплатить дополнительную охрану на всех показах и свернуть рекламную кампанию. Однако сарафанное радио так просто не свернешь, и к его голосу присоединялись уважаемые критики. «Войнов» похвалила Полин Кейл, одна из самых влиятельных журналисток своего времени. В бокс-офисе кино заработало 22,5 миллиона против четырех потраченных, а его слава дошла аж до Белого дома. Президент США Рональд Рейган устроил кинопоказ в своей зимней резиденции в Кэмп Дэвид и пришел в такой восторг, что лично позвонил исполнителю главной роли Майклу Бекку и не скупился на комплименты. Самое любопытное достижение «Войнов» — не сборы и не акты насилия, а культурное долголетие. Фраза Сайруса и импровизационная песенка Лютера не просто пошли в народ, а стали одним из столпов поп-культуры. Вы можете найти референсы на нетленку Хилла в «Симпсонах» и «Робоципе» в обычном шоу и «Как я встретил вашу маму» в криминальном чтиве Квентина Тарантино и Человеке-пауке Сэма Рэйми в убийственной вечеринке Джереми Солнье и «Судном дне» Нила Маршалла и даже в «Барби» виртуальный мир. Про воинов шутят, что это второй наиболее часто цитируемый фильм в хип-хопе после «Крестного отца». На него ссылались «Дипломат», «Снуп Дог», «Олдори Бастард», «Эйсэп Рок», «Рэдман», «Айскюб», «Ди Твелф», «МОП». Список можно продолжать еще долго. Сюда же приплюсуем спортсменов. Скажем, Шакилу Нил почти каждый свой спич начинал с протяжного Рок-музыка старалась не отставать. Цитаты Лютера и Сайруса можно услышать у «Твистед Систер», «Опул Ир Целф» и «Байо Хэзард», не говоря о мадридской хэви-метал команде «Лиззис», названной в честь единственной женской группировки из фильма. Не стали исключением и видеоигры. Американцы уверены, что бейсбольные биты появились в Streets of Rage именно с подачи воинов, но я бы отметил более очевидные вещи в роли Gex, Spider-Man, Jet Set Radio, GTA 3, Postal 2, Man Hunt, Bully и Minecraft. И даже сейчас, в 2020-е, когда хватает своих культов и своих гейсов, героев, войны, не забываются. Это мы и опускаемся в дебри нескольких международных фан-сайтов, экшен-фигурок, реплики жилетов воинов, переиздания саундтрека и прочего мерча. Бессмертной популярности фильма удивлялся даже Сол Юрик, автор оригинальной книги. Надо признать, экранизацию он откровенно недолюбливал. Хотя, мниться мне, причины достаточно очевидны. Уолтеру Хиллу удалось грамотно сбалансировать максимально яркую форму с максимально же доступным содержанием. Драматургические ходы воинов практически вечны, что доказывают переиздание анабасиса. Хилл превратил знакомые всем жителям мегаполисов уличные лабиринты в гротескный бурлеск, достаточно несерьезный, чтобы восприниматься как нечто фэнтезийное, и в то же время достаточно реалистичный, чтобы сохранять чувство угрозы. Этот бурлеск населяет тотальный мочистский тройболизм и искренняя детская уязвимость. Бегство к океану – не только отсылка к сенофонту, но и попытка внутреннего ребенка спастись от алиенации и окружающей враждебности. А элементы бро-культуры, кажется, с тех пор почти не изменились. Посреди этого адреналинового аттракциона – вечный мотив классового неравенства. Хилл не просто так тратит время на сцену в метро, где Свон и Мерси встречают группу богатых выпускников. Ее почти всегда игнорируют при рассказе о фильме, и совершенно напрасно. Именно здесь проходит не только понятная в любом социуме проблематика, но и граница, где реальность соприкасается с вымышленным миром воинов. Живое воплощение будущего, улыбчивые, счастливые, полные надежд юноши и девушки на мгновение сталкиваются со своим альтер-эго – классом бедняков, которые обречены сражаться и умирать в тесных переулках Бронкса. И все это во времена становления панк-рока и лозунга «Нет будущего» и за несколько лет до внедрения печально известной рейгономики, которая впоследствии станет одним из кирпичиков мирового финансового кризиса. С конца 70-х войны отвоевали себе территорию в мировой поп-культуре и успешно ее защищают на протяжении более чем 40 лет. Среди всего многообразия проявлений народной и коммерческой любви к этому фильму выделяется один тайтл – одноименная видеоигровая адаптация от канадского подразделения Rockstar. Студии удалось создать ультимативную серенаду в жанре битэмап. Они копировали ракурсы и монтажные приемы, собрали приличную часть оригинального каста и, в конце концов, неплохо заработали. И все же, спустя годы, игрушка кажется почти забытой. С этого момента мы оставляем культ Уолтера Хилла в покое и полностью переключаемся на творение Rockstar. The Warriors появилась в октябре 2005-го на второй плойке и Шайтан-коробке, а через два года обзавелась версией для PSP. В качестве основного жанра канадцы выбрали битэмап, разбросав по геймплею наработки из других проектов Rockstar, вроде GTA San Andreas, Red Dead Revolver и Manhunt. Начальная заставка сразу выдает, с какой любовью студия относится к исходному материалу. Тот же монтаж, тот же великий музон Берри Де Ворзена, те же реплики и, в большинстве случаев, те же голоса. Идеально. И The Warriors еще не раз подарят это ощущение, вновь и вновь воспроизводя почти все ключевые сцены из фильма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Самая сильная сторона игрушки — это сюжет. Возможность лично пережить приключения воинов одной очень длинной ночью почти бесценна. Но этот сегмент занимает лишь последние четыре миссии. Большая часть сюжетной кампании расскажет о становлении банды. Как и шпаны и ноунеймов, они стали небольшой, но грозной кликой, получившей приглашение на сбор самых крутых группировок Нью-Йорка. Если этого мало, то в убежище воинов по мере прохождения появляются флэшбэк-миссии, из которых можно узнать предысторию всех членов банды. Опять-таки, роскошный подарок для любого фаната и приятная фишечка для всех остальных. Каждый персонаж ходит, говорит и дерется по-своему, так что вы никогда не перепутаете безбашенного гомофоба Аякса с альфа-догом Клеоном, даже если раньше ничего не слышали о войнах. Геймплей на The Warriors биты мапы с середины нулевых со всеми вытекающими. Rockstar честно пытались сделать боевку простой и в то же время максимально разнообразной. Мувсет включает простую и сильную атаки, которую можно комбинировать в серии до трех ударов. Имеется и захват, позволяющий не только дубасить соперников клинчи, но и проводить два вида специальных атак, меняющихся в зависимости от положения врага. У каждого воина свой суперудар, подчеркивающий индивидуальный стиль боя. Клеон раздавливает врагу грудную клетку в стиле Брюса Ли. Свон ломает противнику позвоночник или проводит фирменный удар двумя руками. А Рембрандт использует по назначению баллончик. Все как в фильме. Также в захвате можно швырнуть противника в сторону или впечатать лицом в стену. Также в ассортименте есть режим ярости, увеличивающий урон и несколько меняющий спецатаки. Плюс различные виды оружия ближнего боя, которые можно засунуть противнику в задницу и превратить его в эскимо. Плюс ауе удар, плюс два вида атаки с разбегу. Тут невозможно не выделить дропкик. Чувак разгоняется и швыряет свое тело в толпу противников, расшвыривая их словно кегли. Это сопровождается такими смачными звуками, что не надоедает до самого конца игры. В зависимости от миссии меняется и воин, которым придется управлять. У каждого своя скорость движения и фирменные удары, что также добавляет разнообразие в методичный процесс уличного мордобоя. Рокстар, по-видимому, очень боялись монотонности, частая проблема у битэмапов, поэтому буквально забрасывают игрока дополнительными активностями. В убежище воинов можно побазарить с корешами и прокачать выносливость с помощью мини-игр, построенных на батон-мешинге, по аналогии с качалкой из Сан-Андреаса. Тут же стоит и аркадный автомат, внутри которого еще один битэмап, только уже с классическим сайдскроллингом и пародирующий Double Dragon, Final Fight и Streets of Rage. Это я не говорю о возможности пройти всю игру вместе с верным другом в кооперативном режиме. Если кореша рядом нет, ничего страшного, искусственный интеллект адекватно реагирует на команды и прячется, устраивает дестрой или охраняет вас по одному нажатию кнопки. Более того, напарник регулярно будет брать соперника в захват для проведения убийственной совместной атаки, чтобы вы не чувствовали себя одиноким. Также вы всегда можете погулять по Коне Айленду и подзаработать бабла. Раз играем мы за уличных бандитов, то и добывать деньги придется соответствующими способами. Разбивать окна автомобилей и отвинчивать стереосистемы, устраивать гоп-стоп прохожим, взламывать и лутить магазины. Нечестно заработанные доллары можно тратить на баллончики с краской и какую-то нюхательную отраву. Наркота — единственный способ пополнить здоровье посреди драки. Баллончики с краской нужны как для сюжетных миссий, так и для коллектаблсов. Бруклин и Бронкс густо покрыты логотипами банд, и, как вы понимаете, их все нужно закрасить. Процесс тегирования реализован через мозговыносящую мини-игру — водить дрожащим стиком по желтой линии. Заехал слишком далеко за края, придется ждать две секунды, пока художник соберется с мыслями и вернется к творчеству. Больше всего бесит, когда краска заканчивается посреди процесса. Чтобы пополнить запас, нужно найти продавца и купить новый баллончик. А чтобы купить новый баллончик, нужны деньги, а чтобы их заработать, надо вновь вставать на путь грабежа и лутинга, что чревато встречей с полицией. Если детишки из вражеских банд ликвидируются быстро и безболезненно, то бравые сотрудники полиции Нью-Йорка создают серьезную угрозу. Они сильнее, быстрее и агрессивнее всех прочих противников. Естественно, люди в синем норовят скрутить тебя или напарника и заковать в наручники, благо арестованных воинов можно освободить все побеждающим батон-мешингом. На просторах родного района вам предложат выполнить парочку дополнительных миссий. Они необязательны и, прям скажем, ничем не примечательны, но приносят дополнительные ништяки, вроде кастетов, увеличивающих урон. Наконец, всегда можно отправиться в режим Рубилова, выбрать там любую банду по вкусу от Ривз до Лизиз, или создать свою собственную, после чего попробовать свои силы в куче режимов. Бои один на один, Королевская битва, Царь горы, захват флага, гонки на инвалидных креслах. Как говорится, выберите свой яд. Не стоит сбрасывать со счетов и аудиовизуальные старания Rockstar. Выглядят The Warriors на уровне игрушек своего времени, но урбанистически-фэнтезийная стилистика фильма ощущается повсюду. Полуразрушенные заборы, узкие переулки, низкое давящее ночное небо. У студии никогда не было проблем с режиссурой, поэтому отдельные моменты ощущаются особенно хорошо. Например, первая встреча с бейсбольными фуриями подана как заправский хоррор, а когда приходится со всех ног убегать от них по Бронксу, накал и опасность переданы бесподобно. Еще больше восторг вызывает саунд-дизайн. В битэмапах крайне важно, чтобы удары сопровождались смачными звуками и хрустом, и в этом плане у игрушки никаких проблем не возникает. Мрачная атмосфера Кони Айленда тоже соткана из звуков. Приглушенная рогань в квартирах, лай собак, завывающие вдали сирены, блюющие бездомные, чьи-то всхлипы и вскрики. Не сказать, что район становится прям вот живым, все-таки чувствуется синтетическое ограничение локации, но липкая гнетущая атмосфера все равно проступает. Тут кудесники рокстара заслуживают громких оваций. И, конечно, работа актеров озвучки. Девелоперы не поскупились и заманили на проект солидную часть оригинального каста. С вона все так же озвучивает Майкл Бэк, Аякса Джеймс Ремар, Мерси Дебра ван Валкенбург, у Клеона, Фокса и Кучиза голоса тоже не изменились. Вернее, изменились, но только из-за беспощадного воздействия возраста сигарет и алкоголя на голосовые связки. Особенно хорошо это заметно у Майкла Бэка. Несмотря на описанные роскошества и искреннюю любовь студии к первоисточнику, есть у битэмапа и очевидные проблемы, которые невозможно игнорировать. Как и у многих игрушек середины нулевых, у The Warriors есть недопонимание с камерой. Она живет своей жизнью и порой норовит спрятаться за стеной или какой-нибудь текстурой, мешая нормально раздавать люлей вражеским бандам. Не смертельно, но тем не менее. А вот к боевке претензии более серьезные. Схватки в игре большие и эпичные. Иногда несколько десятков человек собираются в одном замкнутом пространстве и принимаются выбивать дерьмо из своего ближнего. Выглядит чрезвычайно эффектно, но нормально выживать в этом хаосе движущихся тел непросто. Мувсет не подразумевает адекватного контроля толпы, а нажатие кнопки блока автоматически отключает фиксацию на выбранном сопернике. Таким образом, если вас окружила вражеская банда, остается лишь терпеть сквозь зубы. Похожие претензии и к оружию. Удары бейсбольной биты гарантированно отправляют в нокдаун. В масштабной заварушке с большим количеством вооруженных противников ты больше валяешься на грязном асфальте, чем, собственно, сражаешься. Как известно, хорошему битэмапу не то чтобы нужен дополнительный обвес. Он может обеспечить реиграбельность или вывести тайтл на новый уровень, как, например, побочные активности и сайдсторис серии Якудза. Но когда боевое ядро в порядке, геймплей идет как по маслу. У The Warriors вполне годная боевая система, достаточная для веселого времяпрепровождения. Тем удивительнее, что Rockstar так настойчиво стараются разбавить концентрацию рукопашной коммуникации. И эти отводы в сторону, к сожалению, далеко не всегда работают. Лучше всего данный тезис проиллюстрирует босс-файты. Можно подыскать более лицеприятное слово, но скажу как есть. Они уебеные. Вместо того, чтобы подобрать достойные испытания как для игрока, так и для собственной боевой системы, в битвах с боссами игра предлагает забыть все, что вы успели выучить об уличной драке, и вместо этого швырять во вражеского головаря бутылки и кирпичи. Если в вашем битэмапе боссов надо зашвыривать проджектайлами, значит с вашим битэмапом что-то не так. Разумеется, система метания пивных бутылок запилена не в самом парадном виде, отчего проходить босс-файты примерно так же весело, как... Короче, не знаю с чем сравнить, но играются эти сегменты паршиво. Особенно Гранд Финал. Выходит лютер с револьвером, и напротив него свон с пустой бутылкой Беревича. Эпика зашкаливает, спору нет. Похожая ситуация и с мини-играми. Кьюти и эпизоды неплохо переносят адреналиновый дух сцены из фильма в видеоигровое пространство. С другой стороны, реализованы такие уровни с тотальным ограничением перспективы. Ты не видишь, что впереди, поэтому одна ошибка, и все надо начинать заново. 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 ЗАНОВО! Другой пример — рисование тегов. Опять-таки, выглядит прикольно и механически занятно. Но если вы считаете, что Rockstar остановится раньше, чем запихнут эту мини-игру вам в легочные альвеолы, подумайте еще раз. В сюжетке есть миссия, где требуется рисовать граффити на скорость, а новые баллончики с краской спаунятся по одному в рандомной точке арены, и за них приходится драться. Даже если после этого вы станете новым Бэнкси, то ближе к концу вас ждет еще одна миссия, в которую нужно нарисовать более 20 граффити. После этого левлу на любое предложение забомбить еще один тег, хочется сказать... СТЕЛС МИССИЙ — это отдельное торжество иронии. Система стелса была взята прямиком из Мэнханта, а сам Мэнхант, в свою очередь, был процентов на 70 вдохновлен фильмом Войны. Круг замкнулся, змей укусил себя за хвост. Энивей, можете себе представить, насколько прикольно в битэмапе, имея в распоряжении кучу приемов, отвлекать врагов брошенными кирпичами, шкериться по темным углам и сворачивать бандюгам шеи на манер оперативника спецназа? В Мэнханте в этом была фишка, в The Warriors же такие моменты вызывают лишь негодование. Я уже раз 15 говорил о том, с каким тщанием, любовью и вниманием к деталям Rockstar подошли к видеоигровой адаптации. Но все-таки Rockstar — это Rockstar. По этой причине почти всегда отчетливо видишь, где заканчиваются Войны Хилла и начинается Отсебятина. В одних сегментах разрабы выпускают из рук фирменную стилистику и вместо нее нагоняют вайп Сан Андреаса. Например, в миссии «Адьос, Амиго» в испанском Гарлеме. Или во флэшбэк эпизоде в Чайна Тауне. В других Rockstar на село пихают своих любимых гротескных персонажей, которые также уместны в Войнах, как Волда из Soul Calibur. Только что ты с наслаждением вдыхал атмосферу 70-х, а через секунду оказываешься в каком-то мефедроновом цирке. Разумеется, озвучка у таких персонажей под стать их внешности. Даже с коопом все не так просто. Проходить The Warriors вдвоем — это мечта. Но только если вы готовы к адаптивному сплит-скрину, который появляется, если герои схватки удаляются друг от друга. Разобрать что-либо на пульсирующих огрызках экрана — отдельный челлендж, который не всякому придется по губе. Короче говоря, описать The Warriors единым эпитетом крайне тяжело. В одних моментах по телу бегают ностальгические мураши, в других ты захлебываешься кайфом, в третьих мечтаешь, чтобы все это поскорее закончилось, а в четвертых закрываешь глаза руками в приступе тяжелого кринжа. Впрочем, в 2005-м риторика была совсем другой. Игражуры нахваливали последнее творение Rockstar, а сама игрушка намутила свыше 40 миллионов долларов. Одно время ходили разговоры о сиквеле, но со временем затею выбросили в мусорку. Как же так получилось, что успешный во всех отношениях проект превратился в обскурный культ для олдов и фанатов жанра? Во-первых, The Warriors не успели заработать достаточную фанбазу в нулевых. Фанаты оригинального фильма остались далеко в эпохе Atari, а новое поколение гораздо сильнее увлекалось GTA, чем неизвестным тайтлом с каким-то обтекаемым названием, пусть даже и от любимой студии. Во-вторых, есть нестареющие игры, чей геймплей почти не подвержен губительному воздействию времени. Streets of Rage и Vice City могут выглядеть как тотальная ретро, но играются они восхитительно. А вот The Warriors устарела не только внешне, но и внутренне. Игре очень нужны техосмотр, полировка и ремонт, а в идеале ремейк. Поначалу это не слишком бросалось в глаза, но со временем тот же Manhunt или Bulli, более оригинальные с точки зрения стилистики и геймплея, стали вспоминать гораздо чаще, чем воинов, и сейчас они тусуются где-то на окраине геймерской памяти вместе с Red Dead Revolver. В то же самое время, The Warriors — это одна из лучших видеоигровых адаптаций кинофильма, если не лучшая. Да, там есть перегибы. Да, не всё работает. Но те замечательные моменты, которые бьют прямиком в сердечко, отрабатывают свои деньги с тарицей. Я всегда готов метнуть бутылкой в местные боссфайты, но будь я проклят, если не залипал добрых восемь минут в начальный экран с неоновыми огоньками на колесе обозрения. Говоря по чести, всё вышесказанное сводится к одному единственному вопросу, который и определит ваше отношение к игре. Can you dig it? За окном рассвет, и доносящийся из колонок голос Джо Уолша перебивает лишь шум океана. Если вы досмотрели до этого момента, значит мы всё-таки вернулись на коне, пусть и потеряли часть друзей по дороге. Спасибо вам за то, что сопровождали меня в этом путешествии. Бегать одному по Бронксу грустно и опасно. Для всех боперов Нью-Йорка всё это время звучал голос Большого Буковски. До скорого.